Режиссер и актер в одном лице жители Белгорода задержали за создание порно-студии. Съемки фильмов для взрослых проходили в квартире его знакомой, а затем ролики попадали в закрытую группу в социальных сетях. Какой ступительный взнос должны были сделать любители клубнички, и как вообще устроен этот бизнес, разбирался Андрей Караманов. Хозяйка уютной квартиры в центре Белгорода возмущена. В доме столько мужчин, и никто из них не раздевается. Хотя, казалось бы, здесь и шесть, и мягкие кровати, и достойная коллекция сакс-игрушек. В общем, развлекайся не хочу, а они действительно не хотят. Незваные гости в штатском тем временем задают весьма пикантные вопросы о личной жизни. Встречались мы как в формате секс-вайв, да, такой. Есть как пара, чтобы встретиться еще с каким-то мужчиной. Это запрещено в России. У оперативников, которые нагрянули к сладкой парочке с обыском, свое мнение на этот счет. Они в курсе. Интимная жизнь гостеприимных хозяев давно уже стала общественной. Ведь в постели тут всегда были как минимум трое. Он, она и видеокамера. Режим. Режим, спасибо. То есть вы включили, после чего совершили полбокс. Хорошо. С какой целью вы выгружали его в сеть интернета? Я его не выгружал. Вы кому это видео передали? Никому. Каким образом это видео оказалось в сети интернет, в группе? Это моя интимная жизнь. Молодые люди настаивают, их совместное творчество вовсе не порнография. Это, мол, такой способ найти новых друзей и подруг. Друзей для хозяйки дома, подруг для ее сожителя. А группа закрыта? Да, группа закрыта. А как вот приглашаешь? Любой человек может постучаться в группу и ты открываешь? Если он постучался, я иду вопрос, что если ты ходишь, например, есть три способы поступления. Какие? Первый – это вступительный взнос, плюс фото, соответственно, три секунды рода. И два других. Либо пригласить еще двух человек или трех человек в группу. Либо нас познакомить с девочкой. Ну, с целью? С целью. Ну, с целью, естественно, тоже касается. Изготовление порнографии – бизнес сверхприбыльный. О кассовых сборах голливудских блокбастеров тут, разумеется, никто не мечтает, но и затраты обычно мизерные. Декорации особых не надо, костюмы актерам не требуются, актерское мастерство тоже. Вряд ли кто-то из зрителей закричит «не верю». При этом для размещения порностудии хватает обычной квартиры. В Харькове, например, пылкие барышни таким же образом искали себе друзей по всему миру. В онлайн-режиме исполняли все, что попросит клиент по цене 7 долларов за минуту дружбы. Реалити-шоу для взрослых тогда тоже закончилось появлением в кадре украинских полицейских. А в Белоруссии порнографию снимали ради просветления. Тантрический гуру Митра Дева Нанда Парамахаса, он же хабровчанин Сергей Кириенко, заманивал секту будущих порноактрис по всей территории СНГ, в том числе из России. С детства меня интересовали вопросы духовного развития, но так или иначе это приводило меня к религиям. 40-летний гуру отдавал предпочтение беременным и женщинам с детьми. В сравнении с такими извращенцами парочка свингеров-порнографов из Белгорода выглядит даже невинно. Невершеннолетними и прекрасно знали, что их снимают. Даже приходили с гостинцами. Чтобы вот половой акт был с твоей подругой, что ему надо сделать? Ничего. Ему просто нужно купить соответствующий ликер, призвативы, например, мстин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело для незаконного изготовления порноактрисных материалов с использованием сети интернет. Санкция данной статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Актрисе горячего жанра обвинения не грозит. Ее сожитель, как галантный кавалер, взял вину на себя и объявил, что только он один занимался монтажом видео и выкладывал ролики в интернет. Признают ли мужчину виновным и какое наказание получит предполагаемый порнограф решать суду? В любом случае режиссер не переживает. Если впереди колония, возлюбленная будет его преданно ждать в компании многочисленных друзей семьи. Их теперь много и все с подарками. Андрей Караманов, Вести, дежурная часть.